Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Не опасно для человека, но губительно для животных. Ростельхознадзор предупреждает об опасности распространения африканской чумы свиней. Больше кофе он любил, только наркотики, но попался на первом. Полицейские Махачкалы задержали молодого человека, который украл банки с кофе аж на 100 тысяч рублей. В Махачкале в спорткомплексе «Спартак» завершился четвертый этап профессиональной лиги грепплинга – GPL. В Дагестане существует опасность распространения африканской чумы свиней. Об этом предупреждает Россельхознадзор. В Кавказское межрегиональное управление поступила информация о падеже диких кабанов на территориях лесных массивов в Урусмартановском, Шалинском и Веденском районах Чеченской республики. В четырех из пяти исследованных пробах был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Для организации необходимых мероприятий на подведомственных территориях под стрелу ослабленных и больных особей дикого кабана соответствующая информация направлена в Минприрод Республики Дагестан. Помимо этого, жители, проживающие на прилегающих к лесным массивам территориях, просим принять меры предосторожности не посещать лесные массивы Чеченской республики и граничащие Республики Дагестан в целях минимизации риска распространения вируса африканской чумы свиней. О любых случаях обнаружения павших диких животных просим незамедлительно сообщить в Кавказском международном управлении Россельхоназора. Специалисты напоминают, дикие кабаны свободно перемещаются в своей естественной среде. Так, ослабленные больные особи могут попасть на территории соседних регионов, распространяя тем самым вирус на новых территориях. Добавим, что африканская чума свиней – опасное вирусное заболевание, развивающееся остро или молниеносно от нескольких часов до двух-трех дней. Она не представляет опасности для человека, но губительна для животных. ДТП и снова жертвы. На трассе Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе 31-летняя женщина на автомашине Kia Rio, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Lada Priora под управлением 54-летнего местного жителя. В результате ДТП оба водителя и 26-летняя пассажирка Lada Priora от полученных травм скончались на месте. У водителя автомобиля Kia осталось трое несовершеннолетних детей. Пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к жителям и гостям Республики Дагестан с просьбой. Соблюдайте правила дорожного движения. В первую очередь не выезжайте на встречную полосу там, где это запрещено. Молодой человек попался на кофе. В полицию Махачкалы обратилась 43-летняя жительница города. Со слов заявительницы, неизвестной в течение месяца с ноября по декабрь этого года, с прилавкой ее магазина сфоровал банки с кофе аж на 100 тысяч рублей. Подозреваемый был доставлен в отдел, им оказался ранее судимый 21-летний житель столицы Республики. Выяснилось, что похищенные они вместе с другом продавали, а на вырученные деньги покупали наркотики. Полицейскими также принимаются меры для задержания соучастника преступления. И к другим новостям. Владимир Путин включил Сергея Меликова в президиум Госсовета России. Президиум формируется для решения оперативных вопросов и состоит из 28 человек. Его персональный состав определяется президентом Российской Федерации и подлежит ротации один раз в полгода. Полпред президентов СКФО Юрий Чайко, прибывший сегодня в Дагестан, провел рабочую встречу с председателем правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики. Юрий Чайко также принял участие в церемонии в районе озера Агель, где заложили камень и капсулу с грамотой в основании воинского храма князя Александра Невского. Дагестан не добрал налоговых доходов на 3,5 миллиарда рублей. По данным федеральных СМИ и консалтинговой сети Финэкспертиза, ряд регионов снизили доходы бюджетов от сбора налогов. К примеру, Дагестан оказался в числе худших – минус почти 50%, или 3,5 миллиарда рублей. А вот число безработных в Дагестане за год снизилось более чем на 26 тысяч человек. Численность зарегистрированных незанятых граждан в регионе за последний год снизилась на 26 тысяч 300 человек и составила на 1 ноября почти 19 тысяч граждан. Уровень зарегистрированной безработицы за этот период снизился с 3,5% до 1,5%. Об этом в интервью Интерфаксу заявил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, в Центре занятости населения по состоянию на 1 ноября подано около 57 тысяч заявлений о поиске работы, а это в полтора раза меньше, чем годом ранее. Дагестанские тэквондисты продолжают победную серию. Наши спортсмены отличились сразу на двух представительных турнирах – в Казани и в Нальчике. На всероссийском турнире «Поп-паратэквондо» в столице Татарстана сборная республики стала первой в общем зачете. Успех команде обеспечили золотые медали Магомед Загира и Салдибирова, Даниила Сидорова и Тимура Байтемирова. Также в активе спортсменов четыре серебряные и две бронзовые награды. Вне конкуренции наша команда оказалась и в столице Кабардино-Балкарии. На турнире Кубок Эльбруса дагестанцы преуспели в зачетах среди мужчин, женщин, юниоров и юношей. Всего завоевано 47 медалей разной пробы. Десять раз воспитанники спортшколы республики поднимались на первую ступень пьедестала. 48 любительских команд сошлись в борьбе за Кубок Хасавюртовской футбольной лиги. В этом сезоне трофея спаривали клубы трех дивизионов. Турнир продлился пять месяцев. В решающей игре футболисты из «Маратара» оказались сильнее представителей «Куруша». Счет 8-0. По итогам регулярного чемпионата победу в своих дивизионах праздновали команды Хадум, Хасмол и Хелетури. Награждение прошло в торжественной обстановке. В нем принял участие замминистра спорта, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и другие почетные гости. Чемпионы мира и Европы на одном татаме. В Махачкале в спорткомплексе «Спартак» завершился четвертый этап профессиональной лиги грэпплинга «Джипиэл». Свидетелями ярких схваток стали титулованные дагестанские спортсмены и наши корреспонденты. Курбан Рагимов об итогах заключительного турнира этого сезона. Обилие бросков и болевых приемов. Универсальный вид борьбы грэпплинг полюбился дагестанцам сразу. В этом деле наши спортсмены задают тон не только в стране, но и в мире. А пока мы лишены права участия на международной арене, на местном уровне открываются свои лиги. Конкуренция здесь вполне серьезная. После того, как Россия наложила санкции и не выпускает уже международные соревнования, у нас идея была сделать такой турнир, чтобы здесь могли профессионалы бороться. И как мы видим, на каждой весе у нас по несколько чемпионов мира борются. Я думаю, мы идем к тому, что мы изначально готовили. Но, конечно же, мы будем в следующем году еще лучше делать, еще больше и призывы увеличивать, и стараться, чтобы у нас не только с Дагестана боролись, но и с соседних республик, и со всей России тоже. Махачкала, Хасавюрт, Избирбаши и Буйнакск. Четвертый заключительный этап собрал около 200 спортсменов из городов и районов республики. Многие финалисты борьбы друг друга знают наизусть. Отсюда упорные и яркие по накалу схватки. На кону, кроме золотых медалей, стоят денежные премии и другие подарки от спонсоров турнира. Турнир прошел на высшем уровне. С каждым разом, я замечаю, в прошлый раз боролся, что и конкуренция стала лучше, и участников больше стало. И в целом организация турнира тоже на успешном уровне прошла. Хотелось бы, конечно, чтобы чаще было таких турниров, чаще проводились такие турниры, чтобы было больше площадок для молодых, для нашей молодежи, чтобы они могли проявлять себя, и больше людей начало заниматься спортом. Лиге GPL нет еще и года. Первый турнир прошел весной. Идея создания профессионального промоушена пришлась по душе всем любителям этого вида спорта. За баталиями на татаме следят титулованные дагестанские грэплеры, самбисты и бойцы. Уровень организации очень хороший. Кубки, медали, грамоты, призовые 20 тысяч за первый дают. И вообще они очень часто проводят, грэплеры очень часто проводят такие мероприятия. Я думаю, нам самбистам тоже было бы хорошо взять у них такой пример и самим тоже проводить такого рода турниры. Здесь болевые на ноги, на руки. У нас почти все одинаковое. Поэтому, ну, видно, уровень очень высокий. Ребята, вот у них, я же говорю, у них каждую почти неделю, в месяц, два-три раза они проводят турнир и набариваются. И поэтому, соответственно, и опыт тоже есть у ребят. Во второй день турнира на татаме сошлись дети, юноши и юниоры. Ожидается, что в следующем сезоне Лига будет делать ставку на молодежь, а также расширить свою географию. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok